7,6 процента. Ежегодные пресс-конференции Владимира Путина строятся по одной и той же трехблочной схеме о внутренней политике, внешней политике и бедах и радостях регионов. На этот раз немецким наблюдателям бросилось в глаза, что о внешней политике Путин говорил значительно больше, чем об остальных темах. На этот раз, я считаю, внешне политическая часть была гораздо объемнее, чем в прошлом году. На ней делалось больше акцента. Не сказать, чтобы появилась новая информация, но все время повторялись аргументы на одну и ту же тему. Например, когда биатлонист спросил Путина про Олимпиаду в Пекине, он высказался о дипломатическом бойкоте и использовал как повод еще раз поговорить об отношениях с США. Немецкие эксперты и политики предполагают, что это неспроста. Как убежден депутат Бундестага от ХДС Юрген Харт, Кремль, вероятно, пытается отвлечь от острых тем внутренней политики. У меня есть большие опасения, что Путин пытается отвлечь внимание от довольно плохих результатов во внутренней и экономической политике с помощью конфликта с внешним миром. У страны есть экономические проблемы, страна плохо управляется. Гражданское общество понимает, что президент, так сказать, гол, если говорить словами одной известной сказки. И он пытается таким образом отвлечь внимание. У меня такое впечатление, что российские граждане уже видят, что этот президент не предлагает никаких перспектив на будущее ни в борьбе с пандемией, ни в экономике, ни во внешней политике. Особенно доминировала на этот раз тема Украины. То, что Путин обвинил украинское руководство в подготовке к военному наступлению в Донбассе, а украинского президента Зеленского подверг критике за то, что тот попал под влияние нациков, из Германии выглядит как подготовка почвы для агрессивных действий в отношении соседней Украины. Но, по мнению политика, их может и не последовать. Президент Путин уже много месяцев повторяет легенду о том, что России кто-то угрожает. С одной стороны, это Украина, с другой стороны, НАТО. И то, и другое притянуто за уши. Я не думаю, что украинские военные способны дать отпор российским вооруженным силам, которые, как известно, присутствуют в Донбассе и отчасти с тяжелыми вооружениями. Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что украинские власти намереваются там что-то предпринять. Наоборот, мы наблюдаем, что уже который месяц именно вооруженные силы России сосредотачиваются на российско-украинской границе. И это чрезвычайно нас тревожит. Хотя временами звучали уже привычные для Путина упреки в адрес Запада, в целом тональность российского президента, по мнению наблюдателей, была относительно сдержанной. Риторика сама по себе не изменилась. В некоторых местах было видно, что его задевает лично. И было понятно, с какой эмоцией он реагирует на эту или иную тему. Но в целом обострения мы не видим. То есть сейчас дело не идет к эскалации, но нет и смягчения. И потому, что тема Украины возникала так часто в разных вопросах, видно, насколько она занимает сейчас российское руководство. Свободной аккредитации не было. Кремль впервые за историю пресс-конференции сам позвал часть журналистов. Западных наблюдателей удивило, что в списке допущенных на этот раз не было представителей новой газеты. И все же вопрос главреда Новой Муратова прозвучал. Знает ли Путин, кто был заказчиком убийства Анны Политковской и Бориса Немцова? Путин, как отмечают эксперты, ушел от ответа как на этот, так и на другие вопросы о Навальном и о пытках в тюрьмах. Ксения Собчак задала вопрос о пытках в российских тюрьмах и лагерях, которые уже доказаны и даже ведутся отдельные расследования в этой связи. Однако отсутствует четкая позиция со стороны правительства и президента. И на этот вопрос Путин ответил общо. Мол, это есть везде, хотя это плохо. Но это не тот ответ, который я бы хотел получить, будь я гражданином России. Даже когда журналисты спрашивали о проблемах в самой России, Путин сразу же говорил о подобных явлениях в США и в Европе. Впрочем, как уверены эксперты, на таких мероприятиях важны не ответы, а вопросы, которым удается прозвучать благодаря прямому эфиру этого формата. Спасибо. 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 Спасибо.